Господин Тренинс, здравствуйте, спасибо за это интервью. Заглавие вашей части анализа выражает суть всего исследования. Ожидание новых бури с вопросительным знаком. Ссылаясь на тот факт, что война возобновился быстро и мощно, вы приходите к выводу, что существующее положение в Нагорном Карабахе нельзя считать стабильным. Устойчивым и что Азербайджан может попытаться добиваться полного контроля над территорией Карабаха. Почему вы так считаете? С точки зрения Азербайджана, вся территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области является частью суверенной территории Азербайджана. Азербайджан предпринял серьезные усилия для того, чтобы создать вооруженные силы, способные изменить геополитическую ситуацию в регионе. Он сумел установить очень тесные взаимодействия с Турцией, которая оказала большую помощь Азербайджану в ходе Второй Карабахской войны. Азербайджан также установил тесные отношения с Израилем, который оказал техническую помощь в оснащении азербайджанских вооруженных сил. С точки зрения Азербайджана вопрос о Нагорном Карабахе решен, причем решен таким образом, что вся территория Нагорного Карабаха должна рассматриваться уже как территория Азербайджана, подконтрольная правительству в Баку. Нынешняя ситуация, нынешнее положение рассматривается как промежуточное, которое должно привести к полному контролю со стороны Азербайджана над всей территорией бывшей Нагорно-Карабахской области. Вы не согласны с теми аналитиками, которые считают, что соглашение о прекращении огня и развертывании миротворческих сил в Карабахе была победой Москвы. По вашему мнению, такой взгляд поверхностный и неверный. Почему? Объясните, пожалуйста. Во-первых, сама война, Вторая Карабахская война стала, скажем так, поражением той политики, которую Москва проводила на протяжении 26 лет после установления в Карабахе перемирия в 1994 году. Москва надеялась, что поддерживая союзнические отношения с Арменией и партнерские отношения с Азербайджаном, вооружая обе стороны, имея информацию из первых рук о том, что происходит в регионе, она сможет контролировать события. Но усилия Москвы, собственно говоря, как и усилия других сопредседателей Минской группы за 26 лет после Первой Карабахской войны привести стороны к мирному соглашению оказались тщетными. Политика балансирования оказалась также неудачной вследствие того, что Азербайджан нашел реального союзника, реального, мощного и амбициозного союзника в лице Турции, которая серьезно помогла не только оснастить и обучить азербайджанские вооруженные силы, но и помогла непосредственно привести Азербайджан к военному успеху во время Второй Карабахской войны. Поэтому то, что сделала Москва, это ограничение того ущерба, который был нанесен позициям России, как по сути дела единственного посредника, единственного контролера, если угодно, ситуации в регионе конфликта в Карабахе. Сейчас Москва вынуждена согласиться с тем, что другой внешней стороной в карабахском урегулировании является Турция. И Турция присутствует в том числе своими офицерами, официально входящими в состав совместного российско-турецкого центра по наблюдению за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе. Так что я бы сказал так, что позиции Москвы, ну они не в одночасье ослабли, но Вторая война зафиксировала серьезное ослабление общих позиций России на Кавказе. Причем не только со стороны Соединенных Штатов, которые в начале 90-х годов активно вошли в Закавказье, прежде всего в Грузию, но теперь и со стороны Турции, которая превратила свое, условно говоря, количественное присутствие, количественное влияние в Баку в качественное влияние. Москва по-прежнему является ключевым внешним фактором развития ситуации в Нагорном Карабахе, но не доминирующим. Ну вот вы еще там пишете, что вот Москва не может контролировать ситуацию как единственный орбиток. Москва сумела частично сохранить лицо как посредник, признав реальность присутствия Турции на Кавказе. То есть Москва, фактически согласившись участвовать в мониторинге в городе Агдам совместно с Турцией, признала Турцию как легитимного игрока на Кавказе. Да, это так. Турция не может быть посредником, потому что она занимает открыто проазербайджанскую позицию, является союзником Азербайджана и находится, откровенно говоря, во враждебных отношениях с Арменией. Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта, поэтому она может считаться таким посредником. Но Турция физически присутствует на Кавказе, причем в качественно иной роли, чем это было до Второй Карабахской войны. Вот в результате необратимого распада Советской империи Южный Кавказ все дальше отходит от России, промыкая к ближневосточному региону. Вот такая мысль у вас также проходит. Это одно из заключений, вывода исследования, и вы тоже согласны с этим. И что бы это значило для Армении, для России? Как она должна учитывать вот эти геополитические изменения? Я думаю, что действительно Южный Кавказ, чем дальше, тем больше становится субрегионом Ближнего Востока, поскольку многие силовые линии, которые присутствовали на Ближнем Востоке, сейчас протянулись на Южный Кавказ. Мы говорили о Турции и упомянули Израиль. Можно здесь продолжить этот разговор, говоря об Иране, который стал проявлять интерес к Южному Кавказу и к действиям Турции, в том числе к позициям Турции в Азербайджане, к действиям Турции. Иран, конечно, беспокоит возможность использования азербайджанской территории Израилем для нанесения каких-то ударов или для проведения каких-то действий против Ирана. То есть мы видим, как плюс еще во время Второй Карабахской войны были сообщения о боевиках, которых доставляли в регион конфликта из сирийского Идлеба и других мест Ближнего Востока. То есть мы видим, что этот регион, все дальше отходя от России, становится частью, по сути дела, частью Ближнего Востока. Чем он, в общем-то, был на протяжении значительной части своей истории и период российский, российской империи, советский период. В общем-то, был относительно, если взять многотысячелетнюю историю народов, которые живут в этом регионе, в частности армянского народа, то, в общем-то, Закавказье, если говорить, глядя из Москвы на этот регион, возвращается домой. Домой на Ближний Восток. Вы пишете, что Нагорно-Карабахский конфликт невозможно решить исключительно дипломатическим путем. Вот почему? Вот военный путь существует, но он предлагает столкновение с российскими миротворцами. Это препятствие, но непреодолимое препятствие для Азербайджана, который может пытаться решить вопрос с помощью Турции. Вот, пожалуйста, разъясните вот вашу вот эту мысль. Вы знаете, то, что я писал, я писал прежде всего для, поскольку я писал по-русски, я прежде всего писал для российского читателя. И смысл того, что я написал, примерно такой, что не надо предаваться самонадеянности, не нужно считать, что мы там держим ситуацию под контролем, что мы способны решать вопросы войны и мира. Например, может создаться ситуация, когда одна из сторон, скажем, азербайджанская страна не захочет продлевать соглашение о пребывании миротворцев в регионе. И тогда перед Россией может стать очень неприятный вопрос. Вступать в войну, очевидно, Россия не стремится вступать в войну за Нагорный Карабах. Причем эта война может быть не только с Азербайджаном, но и с Турцией. С другой стороны, уходить под давлением сначала бы терпеть огромное психологическое, политическое поражение. Поэтому нужно за те несколько лет, которые остались, действовать таким образом, чтобы избежать новой Карабахской войны. И с честью, поддержав свои интересы, с честью выполнять ту миссию, которая возложена на миротворцев. Но не оставлять их на произвол судьбы и не уходить под давлением. Вот довольно сложная задача перед Российской внешней политикой. Очень интересный вывод у вас также. Вы рекомендуете России, что стратегической целью для России на ближайшие пять лет не пытаться заключить прочный мир между Арменией и Азербайджаном, а предотвращение Третьей войны. И вы считаете, что заключение мира – это бесполезно? Вот эти попытки заключить долгосрочный такой прочный мир между двумя странами, враждующими, невозможно. И вы поэтому считаете, что для России сейчас очень важно просто все свои усилия направить на предотвращение Третьей войны? Объясните, пожалуйста. Ну, тут, собственно говоря, все сказано. Россия в течение четверти века вместе с другими странами, прежде всего Соединенными Штатами Америки, пыталась уговорить руководство Армении и Азербайджана заключить мирное соглашение. И казалось, несколько раз, в частности, после встречи президентов Армении и Азербайджана в Ки-Уэсте в начале 2000-х годов и во время Казанской встречи уже в этом тысячелетии, в 2011-м, кажется, году, оказалось, что стороны очень далеко продвинулись к мирному соглашению. Но оказалось, что даже если руководители государств Армении и Азербайджана договорятся о какой-то мирной формуле, эта формула не будет поддержана элитами и обществами в этих странах. И то, что мы видели, вот то, что мы видели даже на экране телевизоров последний год тому назад, во время последней войны, свидетельствует о том, что возможности для какого-то компромисса, по сути дела, нет сейчас. Вряд ли такая возможность появится через пять лет. Есть конфликты, которые можно разрешить компромиссом, есть конфликты, которые тянутся очень долго, и разрешить компромиссом их никак не получается. Возможно, что Карабахский конфликт относится к этой второй категории. Ну вот, и еще вот интересная мысль. Для сохранения стабильности вы предлагаете, что Москва должна вести более активную политику по отношению Армении, Азербайджана, Турции и Ирана. То есть вы говорите, что надо перезагрузить отношения с этими странами. Да, конечно, потому что, опять-таки, если рассматривать Южный Кавказ, или опять-таки для русских людей это Закавказье, как субрегион Ближнего Востока, то нужно играть в том числе с теми крупными ближневосточными игроками, которые имеют здесь интересы. Интересы этих крупных игроков, ну, например, Ирана и Турции, сталкиваются в Закавказье. Иногда это столкновение может быть на пользу российской политики. Опять-таки я говорю о российской политике в Закавказье, понимая или предполагая, что жизненно важных интересов у России в этом регионе нет. В России есть определенные обязательства перед Арменией, которые, я считаю, Россия, это долг России, честь России выполнять свои обязательства. Кстати говоря, Карабах этими обязательствами не покрывался. У России есть интерес к развитию отношений с Азербайджаном. Это крупная страна, это соседняя страна. И Россия, конечно, будет стремиться к тому, чтобы эти отношения оставались мирными. Есть Грузия с ее прозападной ориентацией. Но вот весь этот очень плотно переплетенный клубок отношений и Москва должна, на мой взгляд, очень активно, ну не столько распутывать, наверное, это невозможно, активно использовать в своих интересах. Главный интерес, я еще раз подчеркиваю, для России не оказаться в состоянии вооруженного конфликта с крупной региональной державой, такой, как Турция, не оказаться в состоянии конфликта с соседом Азербайджан, не бросить своего союзника, исторического союзника, на произвол судьбы, я имею в виду Армению, но при этом понимая, что ее возможности добиться решения карабахской проблемы крайне ограничены, что решение карабахской проблемы зависит даже не от доброй воли руководителей двух стран, а от состояния общества. Состояние общества продолжает быть таким наэлектризованным и не позволяет надеяться, что в обозримой перспективе, скажем, пяти лет, стороны придут к взаимоприемлемому решению. Для России очень важно, вот последнее, что я здесь скажу, использовать эти годы не только в поиске политического решения, но и для того, чтобы развивать экономические связи, особенно по линии север-юг, которые бы связывали Россию с Ближним Востоком через сухопутный коридор Кавказа. Это возможно, это поможет Армении, Азербайджану, может быть, иначе взглянуть на некоторые проблемы, может быть, это в какой-то степени может изменить отношение армянского и азербайджанского общества к конфликту, но российский интерес, он не геополитический, он скорее экономический здесь. Разблокировка отношений, разблокировка связей экономических и более тесные, более простые коммуникации с регионом Ближнего Востока через Кавказский коридор. Пашинян так часто едет в Москву, или точнее так часто встречается с Путиным, что даже члены российского правительства или губернаторы не так часто имеют возможность встречаться с президентом России. О чем они говорят? Кроме того, что известность протокольных описаний беседы между двумя лидерами. Как вы считаете, что главный вопрос на повестке дня между двумя лидерами, вы можете немножко об этом говорить, пожалуйста? Я думаю, что там много, наверное, вопросов, но вряд ли они решают какую-то, знаете, глобальную проблему. Скорее всего, они решают важные, но все-таки частные вопросы. Вопросы экономических отношений, вопросы российской помощи Армении, вопросы, связанные с реализацией российского плана развития экономических коридоров через Кавказ, вот, наверное, это. Вряд ли они решают какие-то, знаете, вот судьбоносные вопросы. Вопрос о статусе Нагорного Карабаха, он требует, конечно, требует серьезного внимания и многих усилий, но, как я уже сказал, даже если на верхушечном уровне будет достигнут какой-то компромисс, ключевой вопрос, будет ли этот компромисс одобрен обществом. Пока у меня насчет одобрения обществом и какого бы то ни было компромисса между Арменией и Азербайджаном большой скепсис. Субтитры создавал DimaTorzok